В рамках госпрограммы индустриализации предприятиям, которые работают в отрасли машиностроения, оказывается поддержка в субсидировании банковской процентной ставки, частичного гарантирования по кредитам, развитие производственной инфраструктуры, сервисной поддержки в ведении бизнеса и грантового финансирования. Вообще, эти меры господдержки можно было бы и дальше называть, потому что только в рамках закона о господдержке индустриальной индустриальной деятельности предусмотрены 100 мер государственной поддержки, которые сегодня действуют и которые сегодня работают. Поэтому я думаю, что эти инструменты есть, их надо сохранить. И кроме того, я высказывался, что надо новые инструменты вводить. Это экспортное финансирование, сопровождение экспорта нашей продукции с финансированием и лизинг продукции отечественных машиностроителей для внутреннего потребления и для экспорта. Кроме того, на первом форуме машиностроителей Казахстана в прошлом году мы вышли с инициативой, чтобы просили правительство при вводе в проектную мощность крупных инвестиционных проектов в машиностроении и в обрабатывающей секторе промышленности, чтобы представляли 30% субсидии в случае, если проект реализовывается и введен в проектную мощность. Я приводил, что это как на примере сельском хозяйстве и строительстве молочных товарных ферм. Так вот, хочу сказать, что в рамках принятого нового закона об улучшении инвестиционного климата, который глава государства подписал 14 июня этого года, наши предложения были учтены и сегодня инвесторы, кто вкладывает средства в обрабатывающие сектора нашей промышленности, не менее 20 миллионов долларов США, то они при их случае, если проект реализован, капитальные вложения полностью освоены и предприятие вышло на проектную мощность, 30% государства субсидий возмещает затраты инвестору. Кроме того, есть такие меры, как освобождение до 10 лет от корпоративного подоходного налога, земельного налога на 10 лет и имущественного налога на 8 лет. Кроме того, также гарантируется стабильность тарифов на электроэнергию, железнодорожные тарифы и инвестору, который реализует инвестиционный проект Казахстана, разрешено привлекать рабочую силу иностранных высококвалифицированных специалистов до полного ввода предприятия, до окончания строительства, без квоты и без разрешения могут завозить. А также еще один год после ввода предприятия проектную мощность, еще год, в течение года могут также эти иностранные рабочие работать. То есть те меры, которые сегодня созданы в отрасли машостроения со стороны государства, со стороны правительства, я думаю, они позволяют в полной мере сегодня нам развиваться еще активнее и дальше, как я сказал, и осваивать все больше видов продукции в нашей стране.